Это кадры любительской съемки с первенства России по самбо в Астрахани. Воспитанник спортивной школы номер 4 Руслан Аскеров занимается дзюдо и самбо уже 11 лет. Во второй день соревнований получил путевку на первенство Европы по самбо в Сербию, завоевав серебряную медаль весовой категории 81 килограмм. Самое сложное было собраться после проигрыша. Проиграла в первой схватке, незначительно там один балл был. И после этого проигрыша было очень трудно настроиться на победу, но при помощи своих товарищей, своего тренера смог собраться и завоевать второе место, серебро. Золотую медаль на этом соревновании завоевала 16-летняя Татьяна Селиткова. Она получила возможность представлять Краснодарский край на первенстве мира в Латвии. Татьяна тренируется 6 лет. До этого два раза подряд становилась серебряным призером турнира. А в этом году ей удалось достичь желаемой цели. Боролась 6 схваток, все прошла без штрафных и с явным преимуществом выиграла. Соревнования достойного уровня были, соперницы тоже сильные были. Бронзу первенства весовой категории 56 килограммов выиграла Ирина Бобкова. Ира была уверена в своей победе, но, к сожалению, не смогла заполучить путевку ни на мир, ни на Европу. Было обидно не то, что я заняла третье место, а то, что уже призер четырех России и никогда никуда не еду. Останавливаюсь в одном шаге в каком-нибудь и постоянно не дорабатываю. Победителям и призерам первенства России вручили дипломы и денежные сертификаты. Также памятными грамотами и денежной премией за подготовку спортсменов, показавших высокие результаты, отметили и тренеров-преподавателей. Амбарцума Мирзаяна, Расима Аскерова, Евгения Григоренко. На торжественной церемонии открытия первенства города по самбо участников приветствовали почетные гости. На коврах спорткомплекса «Рай» боролись опытные анапские самбисты, которые имеют за плечами немало побед. Судейская коллегия определила сильнейших в 20 весовых категориях. Сейчас спортсмены готовятся к предстоящему первенству России под дзюдо, которое пройдет в Казани.